Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У Гроссмейстера выпал Арохан Ну по старту можно сказать, что Арохан отправил один отряд крестьян в атаку Не так как делают многие Отправляют два Но отправил один отряд крестьян и хоббита Изенгард стандартно играет В яму и в урка В чем как бы идея такого старта Я тоже думал об этом Зачем так делает Гроссмейстер Но Выгоду, которую я нашел в этом Это Вот она сейчас Как бы видна То есть Игра уже идет А Клич изенгардский До сих пор не брошен И Вот этот первый отряд крестьян Который пошел поверх Он практически Вместе с хоббитом Уже вынес Больше половины Одного отряда урков И хоббит Прошел туда На лицепилку Где он сейчас будет Ну вот эти урки Там будут конечно Его встречать Но факт в том, что Нету преимущества Изенгарда На старте За счет клича И он бросил клич В конечном итоге На полтора отряда Кристиан Урков То есть не на два И не в атаке А на полтора отряда Ну и вот так Вот этот первый отряд Урков Он здесь бежит Продолжает Как бы Запутывать Соперника Рохан Вот здесь еще Крестьяне Они Опять же Не сражаются Куда-то бегут Ну Создается такое впечатление Что Рохан Он просто тянет время Хоббит Вот здесь спрятался Под присмотром Отряда урков Ну то есть вот такая Хитрая игра На старте Гроссмейстера Но до конца Вот именно в этой игре Наверное Она не принесла Результата Потому что Изангарские лесопилки Не были разрушены Делает много дополнительных крестьян Рохан Вот эти героические урки Из первого отряда Они здесь вот теперь будут Разрушать конюшню Но Рохан Не будет им противодействовать Потому что Он как бы не опасается За судьбу конюшни В такой ситуации Всего два урка Ну и вот Хоббит Он здесь убивает Потихоньку рабочих Тоже что-то делает Ну Изангард Понимаю Что до выхода коней Особо Нападать не приходится Он идет Вот на крип Чтобы реализовать урков Но Здесь видит Три отряда крестьян И никакого крипа Не получается Что мне буду Сейчас вот скоро Уже будет клич Приходится отбивать Эту атаку И здесь вот еще Бегут крестьяне То есть очень много крестьян Вот он клич Яма улучшила Следующий будет Отряд пик Ну коней тоже нет Вот за счет Такого количества крестьян Этого спама Клонится Что быстро не выходит Не раньше чем пики Учитывая что Изангард Здесь построил Себе три печки То есть тоже особо Не торопился С улучшением Ямы Ну урки здесь Они под кличем Они разбираются Кристианами Здесь четыре Отряда урков Вот здесь Пятый И шестой Вот здесь только что Вышедшие кони И вот Добили Строят колодец Сразу Рохан Еще одну ферму Еще один Отряд коней Ну а урки Все таки Они Развращаются на этот Крип И будут братью Сюда же приходит Много урков Много урков Поэтому вполне возможно Что они не разрушат Крип И Роханские кони Которые Первого ранга И особо Рискователем Тоже Стремно А урки Вот уже второй ранг Между тем А этот отряд урков Который Пошел сюда Наверх Вместе с пиками Берет крип То есть Ну такая вот Такая идея Отряд урков Отряд пик Как бы Ну могут Крип брать И без клича И от крестьян Более менее Защищены Еще одна печка Точнее еще две Продолжаются Крестьяне Здесь урохана И вижу Еще один Отряд коней Делается Уходит один конь Вместе с собакой На спине Ну вот Уже подумывает Рохан О крипах И приходит сюда Вот Наверх Сюда бегут уже И пики И урки Такой движняк На этом крипе А здесь Кидает Уайт Клич Поздновато Конечно кидает Но вполне возможно Что Раньше он не мог Бросить И Все таки Пики Крип Сами не берут Ну вот Здесь вот Эта заварушка На этом крипе Кони все таки Забирают крип Но Место под застройку Остается Изангарда Но вот Здесь уже Крестьяне То есть Вот Вот этот Вот момент Когда Уже Вышли Пики Но Крестьяне Как бы Серьезно Оппонируют Им Вот Здесь Клинка Логово Варгов Строится У Изангарда Будут Варги Три Отряда Коней У Рохана Но все таки Забирают крип Вот эти Пики Под кличем Забирают Убивают Последнюю Собаку И К ним Уже Бегут Крестьяне Но Этот Крип Достанется Рохан И Пока Нет Варгов Здесь Вот Такая Альтернатива Берсерк Ну Вот Здесь Хоббит Затаился И Он Здесь Беспредельничает Последний Крип Который Остался На Карте Поровну Взяли Крип Или У кого Того Здесь Очень Много Крестьян И Не Удастся Изенгарду Как-то Конкурировать Вот Только Варги Выходит И Строится Сразу Апгрейд У Изенгард То есть Изенгард Все Неплохо Чувствует Можете Позвольте Апгрейд Ну Закончился Старт И Вот Это Средняя Часть Игры Оружейная Урохана Кони Крестьяне Вот Здесь Будет Использоваться Палантир Вой И Клич Должны Эти Кони Умереть Здесь Сейчас Посмотрим Догонят Варги Или Нет Берсерд Здесь Будет Встречать Еще Чем-то Один Кон Остался Он Петляет Но Нет Плюс 15% Скорости Лучников Орудий И Варгов Вот Так Вот Это Палантир То есть Изенгард Играет Сразу Палантиром Есть Уже Производство Неплохой Старт В общем У Изенгарда Достаточно Удачный И Особо Не было Никакого Раша Никакого Удара По экономике Изенгарда Не скажешь Что здесь Какая-то Великая Экономика Но Тем не менее Половину Карты Стабильно Держит Крестьяне Уже Не актуальны Ну Вот Здесь Рохерем Получили Броню И Так Вот Игрсмейстер Начинает Сражаться С пиками А у Изенгарда Тоже Здесь Броня То есть Убийство Крестьян То есть Большое Преимущество Изенгарда И вот В этой части Игре Надо Как-то Изенгарду Вот В этой Ситуации Было Упрочить Своё положение Как-то Какую-то Стабильность И как-то Уже Начинать Готовить Готовить Осаду Может быть Но Рохан Вот В этот Момент Получил Эльфов Наконец-таки И Броню Которые Стреляют Варгав Варгав Но Опять Палантир Ну Очень даже Неплохо Эльфы Нет Убегает В этой Ситуации Такая Ошибка И Уже Второй ранг Варги И Можно было Здесь Я не знаю Как-то Сражаться Решает Конюшню Разрушить Изенгард Но Теряет При этом Варгов Не думаю Что это Сильно Как-то Сейчас Пока Сказывается Еще На Ситуации Карта Вся Практически Принадлежит Изенгарду Скоро Уже Будет Дождь Герои Не заказываются Ни с одной Ни с другой Сороны Здесь Изенгард Пики Делает Рохан Делает Путочников Отстраивает Конюшню Два Отряда Коней Трудно Как-то Сейчас Понять Вообще За счет Чего Рохан Будет Выравнивать Ситуацию В игре Сражается С пиками Который Под Кличен Ну Получает Второй Ранг Пики Приходится Уйти Коням Неплохо Это все Смотрелось Смело Здесь Здесь опять По-моему Кого-то Подловили Может Варгов Что-ли Сколько Здесь Осталось На карте Клетка Уже Была Снесена Теперь Опять Заново Уже Второй Раз Здесь Был Отвлечен На Вот Этот Разбор Пик Изенгард Протыкало Пять Варгов Которые Опять Вошли В замок То есть Уже Два Отряда Варгов Слились В замке Рохана Лурс Выходит Здесь У Изенгарда Пики С броней И Вместе С лурсом Ну Вот Уже Как бы Почти Забит Замок Прохан И 2000 3000 Уизенгарда Строятся Посадные Машины Готовятся Уже Осада А у Рохана Особо И Войск То нету И Второго Ранга Уже Стрельбище Но Нету Денег Пока Делать Увышение Стрел В общем Экономил Здесь Изенгарда В этой части Игры Несмотря На то Что У него Было Достаточное Количество Финансов Он Экономил На Апгрейде Пик И Вот тут Вот Два раза Слил И Вот Опять Здесь Пики Без Апгрейда Сражаются С конями Последний Момент Это Делает Но Сейчас Это Было Удачно Не Доконтролил Коней Рохан И Потерял А Лурс Тут Вот Непонятно Что Он Там Делал Вот Где Зам Рохан И Побежал За Конями То Это Проблема Изенгарда Когда Ты Хочешь Контролировать Всю Карту Но Не Успеваешь То Варги Забежали Туда Внутрь То Лурс Туда Прибежал Зачем Так Замку Рохан Обомни Проблемы С Финансами Конкретные Не Могут Не Может Он Устроить Сделать Улучшение Стрел Но Изенгар Тут Построил Здесь Уже Болисту И По идее Вместе С пиками Уже Надо Было Как-то Там Атаковать Роханский Замок Но Был Потерян Лурс И Войска Вот Здесь По всей Карте Раскиданы Хотелось Карту Контролировать Изенгар В результате Здесь Он Потерял Пики Здесь Прибежали Эльфы Ну И Неактуально Получается Вот Этот Аван Пост Был Как бы Потерей Денег Так Потерей Денег Ну Так Вот Заканчивается Средняя Часть Игры Какой-то Вот Этот Вот Провал Изенгар На Который Рассредоточился На Всю Карту На Этот Аван Хост Слив Лурса Пару Рядов Пик Теперь Вот Собирает Можно Сказать Последствия Вот Этого Всего Ну Тем Не Мене Продолжается Еще Контролировать И Карту И Не Доходит Как бы Руки У Рохана До Базы Изенгарской Особо Нету Как бы Тоже Такого Прогресса У Рохана Но Уже Есть Конные Лучники Которые Будут Пики Отстреливать Я Так Понимаю Вот Все Так И Сейчас Будет Апгрейд Стрел Ну Так У Рохана Появилась Бойспособная А Уже Армия Которая Уже Может Контролировать Карту И Так Выравнивается Ситуация То есть Здесь Варги Три отряда Варгов И Попадают Они Два Отряда Решается Изенгард С помощью Варгов Здесь Как-то Агрессию Проявить Но Здесь Надо Очень Умело Микрить Варги Должны Атаковать Лучников Пики Должны Атаковать Рохерем А Рохан Должен Делать Все Наоборот Защищать Варгов От Рохерем А Лучники Должны Отстреливать Пики Не знаю Вроде Как У Рохана Здесь Получше Получается Тоже Здесь Много Был Три Токаней Пики Он Потерял И Один Только Отряд Варгов Почти Четвертого Ранга Ну Неплохо Не Знаю В пользу Кого Это Была Разборка Продолжает Изенгард Контролировать Карту Сделал Сарумана Варги Пока Не делаются Больше Я по самому опыту Заметил Что Вот Эта Средняя Игра За Изенгард Она Очень Обманчива Вроде Как У тебя Все Нормально Ты Контролируешь Карту Вроде Как И Время Работает На Тебя Ты Накапливаешь Деньги Но Здесь Упускается Вот Этот Вот Момент Когда Ты Реально Как Имеешь Преимущество Которое Не Как Неоспоримо Когда Ты Просто Приходишь С Тараном С Пиками Или Болиста И Вносишь Роханский Замок И Потом При Столкновении Просто Кони Ничего Не Могут Сделать И Этот Момент Упускается И Потом Получается Вот Так Получается Что Вроде Как У тебя Здесь Саруман И Варги И Очень Много Пик Но Там Ты Сливаешь Отряд Пик Здесь Сливаешь Отряд Пик Здесь Появляются Эльфы Кони Это Мобильная Очень Армия Если Против Гондора То Это Гендаль Что То Там То Здесь И Постепенно Добро Вкачивается До Орлов Или До Энтов И Потом Все Сложнее Сложнее С каждой Минутой Вот Это Преимущество Которое Казалось бы Незыблемо Все равно Карта За тобой Остается Но Тает Здесь Был Слит Отряд Варг И Вот Уже Энты У Рохана Ну Изенгард Тоже Вроде Как В Порядке Почти Семь Очков Опять Здесь Баллиста То 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 Готовится Штурм Такая Игра Которой Изенгард Получил Преимущество На Старте И Казалось Больше У Рохана Уже Нету Шансов Но Игра Продолжается И Рохан Постоянно Скользает То Там То Там Бьет На Разных Участках Хост Рохана Вот Чем Это Можно Объяснить Вот Здесь Варги Опять Они Застывают Они Не Выходят Один Насты Ряд Варгов Уходит Один Нет С чего Тут Сложилось Как бы Такая Ситуация Вот Опять же Две Баллисты Которые Стоят Денег Еще Одна Мастерская Опять Виктор Допустил Ошибку Очередную Средней Части Игры Уже Как бы В конце Средней Части Игры Опять Он Строит Апгрейд Огненные Стрелы Наверное Могут Сейчас Нужны Уже Ну а Рохан Продолжает Вкачиваться За счет Вот этих Неапгрейдженных Пиков Которые Разбросаны По карте Ходить Их Можно Подбирать Здесь Синдзенгард Решается На Уже Как бы Осаду Выходит Тео Денег Оханов Карта Уже По чуть Чуть Возвращается Точнее Переходит К Рохану Потому что Здесь Изенгард Сосредотачивает На Вот Этой Стене Две Осадные Машины Изенгард Тоже Непонятно Зачем Сток Может Он Как-то Хочет Быстро Это Все Сделать Здесь Опять Сливаются Пики На Карте Свет Берет Рохан И Копит Деньги Рохан Может На Арагорна Хотя Меча Нету Посмотрим Зачем Остается Лагерь Здесь Без Прикрытия А Здесь Крестьяне Уже С Мечами Здесь Лучники Гоняют Пики То есть Потерялся Здесь Изенгард В том Конкретно Происходящем Потому Что Ставка На Этот Штурм Она Как бы Не очень Потому Что Недостаточно Два Отряда Пик Два Отряда Варгов Лурцы Саруман И Одна Баллиста А у Рохана Между тем Есть Эльфы Которые Могут Разобрать Минимум Один Отряд Пик Вот Варги Заходят Внутрь Арохан Атакуют Спину Саруман Здесь Разрушают Варги Статую И вот Ферму Тоже Не Разрушают Пики Здесь Сливаются Против Лучников Ну И Вот Еще Одна Такая Фишечка Закрывается Ворота Отстраивается Стена Один Варг Ушел Нет Он Не Ушел Ну И Все Какие Тут Перспективы Из Ангарда 10 10 очков До Барлага И 7 очков У Рохана Вроде Как Все Реально Но Не Против Грессмейстера Все Реально Несколько Несколько Раз В этом Турнире Движение Проигрывал Старт Ну Не Подчистую Но До Какой-то Степени Проигрывал И С Сенатором Такая Была Игра Но Потом Вот В конце В средней Часть Игры В конце Его Соперник Допускал Ошибки Он Ждал Их Использовал Не Атаковал Изенгардскую Баду Рохан Вообще В принципе В этой Игре Вот Так Не Атаковал Играл По Карте Но Этого Хватило Это тоже Не скажешь Что он Как-то Использовал Вот Эти Прокачки Свет Он Тоже Не Использовал Просто Создал Такую Конкуренто Способную Армию Которая Именно В тех Ситуациях Которые Были Можно Было Реализовать Можно Было Использовать Вот Это Преимущество На Отдельно Взятом Участке В этом Есть Как бы Суть Стратегии В этом Есть Этот уровень То есть Не Макро То есть Не просто Скил Управление Героями А Это Понимание Как бы Ситуации В игре Вот Это Макро Вот Это Как бы Чувство Как бы Игры Утлурс Бежит За Телдоном Но Наверное Не успеть То есть К чему Я это Все Веду К тому Что Гроссмейстер Выиграл Этот турнир Как и Прошлый И на данный Момент Он Является Сильнейшим В нашем Сообществе Ну вот Вайт Очень уверенно Игру Показал В полуфинале Против Дрефона Я Честно говоря Не ожидал Такого Здесь Он тоже Неплохо Сыграл Старт И Казалось Что Все Как бы В его руках Но Вот так Вот он Как бы Растянулся По карте И потерял Своё преимущество Допустил Ряд ошибок Которые Привели Вот К его поражению Вторая игра Которая Была На Хосте Вайта Опять же Он играл Изенгард А Грессмейстер Опять играл Рандом И опять Был Рохан Но там На старте Ему Меньше Повезло То ли Грессмейстер Сыграл Более Как бы Внимательный Ещё Какие-то Причины Но Не было Шансов У него Во второй Игре Ещё Меньше Чем Здесь Вот так Закончился Турнир Винтерсизон В котором Участвовали Ну Может быть Не конечно Не все Сильнейшие Не участвовали Эллинделом Контрол Не участвовал Леголас Которые Вполне Тоже Могли бы Там Бороться Так скажем За Полуфинал Финал Каким Этот Получился Турнир Ну По Как бы Итогу Он получился Таким же Как и Предыдущий По своему Содержанию Он Он был Интересен Тем Что В этом Турнире Участвовал Виктор Он Как бы Тоже Оказал Свой Уровень Сыграл Много Очень Как бы Уверенно Игр Которые Он Выиграл Этот Турнир Организовывал Нолдар Это Его Первый Турнир Который Он Организовывал Хочется Сказать Ему Спасибо За Это Достаточно Все Было Культурно Уверенно Исключением Только Были Ну Как бы Затяжки Не связанные Как бы С ним Лично С организатором А Проблемы Которые Были У игроков Сейчас Я здесь Включу Перемотку Рохан Здесь Доигрывает До Мертвых Арагорн Там Еще Выходит Выносится База Думаю Все Понятно Как Закончилась Эта Игра Сейчас У нас Уже Следующий Турнир На Подходе Это Турнир King Of Рохан Он Будет Проводиться На карте Рохан Сегодня Завтра Заканчивается Регистрация Если Вы будете Сегодня Завтра Смотреть Этот Обзор Вы Еще Можете Успеть Зарегистрироваться В эту Игру В этот Турнир Ну Спасибо За Внимание С Вами Был Блэк Еще Раз Поздравляем Нашего Чемпиона Грессмейстера Спасибо За Внимание Играйте В Сулин Колец